Сейчас представлю слово Павлу Николаевичу Грудинину, но хочу напомнить, у нас в Ленинском районе было 15 крупных хозяйств, 14 поделили на паи, распродали, уничтожили, их нет. Совхоз имени Ленина образцовое предприятие, уникальное, с лучшими фермами, садами, с его оборотами, великолепными результатами, прекрасная зарплата, лучшая в мире социалка, образцовая школа, сады. Но тоже уже 5 рейдерских атак было, очередные бандиты пытаются захватить дом культуры, где занимаются дети, а в этом году, только в этом хозяйстве, первый класс пошло 9 классов комплектов, 270 человек. Вот сейчас Павел Николаевич скажет, как можно регулировать цены и продавать великолепную продукцию высшего качества по нормальной цене. Пожалуйста, Павел Николаевич. Павел Николаевич, если говорить о нашем предприятии, то, конечно, благодаря вам мы до сих пор еще работаем, работаем как народное предприятие. И я хочу сейчас сказать большое спасибо и КПРФ, и вам, как председателю, за то, что вы активное участие принимаете в защите нашего предприятия. Если не ваша работа, уже бы не было нас. Но если говорить об объемах, о том, о чем мы говорили, благодаря вашей инициативе, президент поручение дал правительству провести сравнительный анализ работы народных предприятий и агрохолдингов, то там было сразу видно, что народные предприятия, как элемент общего сельхозпроизводства, существенно выигрывают, потому что энергооснащенность, и Владимир Иванович об этом говорил, и забота о земле, плодородие почвы, все поддерживается в таких предприятиях, как наши, гораздо лучше, чем в агрохолдингах. Если говорить о принципах, Владимир Иванович только что это упоминал, государственное регулирование сельского хозяйства и ценообразования должно быть обязательно. Разные страны с рыночной экономикой, и Америка, и Евросоюз, и другие страны никогда не прекращали государственное регулирование. Единственное, разные методы регулирования, ну, например, мы об этом тоже, кстати, говорили, о том, что есть понятие справедливой цены, например, в некоторых странах, где определяется себестоимость продукции, и устанавливается обязательное условие, что доходность сельхозпроизводства должна быть такой, чтобы можно заниматься расширенным воспроизводством. Это делается через систему государственных программ, возможность разориться в таких условиях ни у одного фермера нет. Вот для примера скажу, что в этом году американские фермеры, которые чувствовали достаточно хорошо себя и всегда получали господдержку, получили в среднем вот из дохода, 36% дохода, это государственные субсидии. Мы же думаем, что не помогая сельскому хозяйству, кинув его в рыночную экономику, а где цены на солярку, даже если нефть в цене падает, солярку и бензин растет, где постоянно повышаются тарифы, сборы, где куча административных служб, которые тебя наштрафуют за любую правильность, и даже если у тебя ее нет, все это помогает сельскому хозяйству, отнюдь, это не так. Мы говорим о том, что в условиях, когда нищает население, государство должно включиться. Мы уже неоднократно, я помню, что коммуническая партия Российская Федерация такие предложения давала, нужно помогать продовольственной безопасности малоимущим. И эти системы работают в других странах мира. Вот в американском, опять же, сельском хозяйстве 60% всех ассигнований на сельское хозяйство, проходящие сельскохоз, это как раз дотации на покупку питания малообеспеченных. Если бы сейчас мы включили эту программу, то проблемы с питанием у людей, а их больше всего беспокоит цена на основополагающие товары, на продукты питания, она бы была совершенно другой и такой проблемы бы не было. По большому счету, в нормальных развитых странах больше 10% своего дохода человек не тратит на питание. У нас же 50% и более. А некоторые вообще не знают, как свести с концами и мучаются. То ли за ЖКХ заплатить, ну не за дрова, если хотите, то ли за питание. Поэтому вот эту ситуацию надо разрушить, потому что главной задачей государства являются две вещи. Первая, это доходность сельского хозяйства и обеспечение материального благосостояния народа. И, кстати, в программе КПСС в свое время было главное вот это материальное благосостояние советского народа, было приоритетной задачей партии. Я думаю, что сейчас ничего страшного не происходит, потому что, вот Владимир Владимирович называл цифры, представьте, в 2015 году Сахар строил 55, сейчас он строит 53. Ну, теперь установили 46 рублей, я думаю, что это нормальная цена в рознице. Но государство должно понять, что уходя с рынка регулирования, я имею в виду нормального регулирования, понятного всем, а не такого, как вот сейчас Владимир Владимирович сказал, взяли и просто запретили вывоз зерна. Это так не делается. Тем более, что сами же говорили, что главная задача, и, кстати, я не думаю, что об этом не надо забывать, приоритетной задачей поставили импорт продовольствия. А на самом деле надо приоритетной задачей поставить, накормить отечественное наше любимое население нормальными натуральными продуктами. Не суррогатами какими-то, там, пальмовым маслом, всякими заменителями животных жиров или соей какой-нибудь, а именно натуральными продуктами, которые дают возможность развиваться населению и быть здоровым. Поэтому мы у себя в совхозе все это делаем. Мы в этом году увеличили производство овощей, зерна, молоко мы произведем больше. А я вам напомнил, Геннадий Ильич был на нашей ферме. 11 тысяч литров на корову. Это очень хороший европейский показатель. Мы превысили показатели, я думаю, что любого сельскохозпредприятия в Московской области. И очень многих предприятий в России. Я думаю, что мы одни из десяти первых нас понадуем. Поэтому мы можем работать. И, кстати, вот Владимир Иванович правильно говорит, хороший работник должен получать много. В этом году совхозы имени Ленина достигнут доходов у своих, ну, скажем так, работников, не имея в виду топ-менеджеров, 100 тысяч рублей. Вот 100 тысяч рублей зарплата за такую работу, которую мы делаем, трактористы, ну, там, производители зоотехники, животноводы должны получать. Тогда у них не будет проблемы с тем, что там масло подорожало, там, допустим, на 50%. Поэтому я надеюсь, что наш опыт будет, благодаря Геннадий Андреевичу и вот этому мероприятию, которое он инициировал и поручение дал президенту, будет распространен по всей стране. Мы накормим свою страну и будем еще, как Владимир Иванович говорит, быть крупнейшим экспортером на рынке. У нас для этого все есть. И земля, и люди, и ресурсы, и, ну, в общем, все, что должно быть у нормального государства. Спасибо.